Пожалуй, ни за одним новейшим оружием России разведка США не следит так бдительно, как за подводным беспилотником «Посейдон». Вот и на днях, по данным европейских СМИ, она предупредила командование НАТО о возможных испытаниях этой торпеды судного дня. Что она представляет собой и почему ее так боятся за рубежом? Смотрите видео до конца, чтобы узнать об этом. Приветствую на связи Нью Солдат. Даже простое объявление об испытаниях «Посейдона» позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с западом, пишет итальянское издание «Репаблика». Итак, комплекс представляет собой беспилотный подводный аппарат, задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к берегам противника. По сути, это управляемая торпеда, которая станет частью российской ядерной триады. В США «Посейдон» уже прозвали «машиной судного дня». Такое название подводной лодки дали по той причине, что она может уничтожить крупные прибрежные города, обрушив на них радиоактивное цунами высотой в сотни метров. Опасность беспилотника состоит также в том, что он способен добраться до берегов противника незамеченным, так как работает бесшумно и обладает современными средствами маскировки. Причем торпеда двигается с гораздо большей скоростью, чем существующие плавательные средства. О разработке подводного дрона Владимир Путин сообщил еще в 2018 году. В этом же году беспилотник получил название «Посейдон» в рамках голосования «Выбор народа». До 2018 года аппарат назывался «Статус-6», причем это название иногда фигурирует и по сей день. Интересно, что в госконтрактах аппарат имеет вообще другое название – «Цепалопорт». Надо сказать, что информация о троне стала появляться еще раньше. Первая утечка произошла в 2015 году. Тогда в СМИ просочились данные о том, что «Статус-6» создавался в ЦКБ МТ «Рубин» в Санкт-Петербурге. Основная задача проекта – разработка оружия, которое бы могло уничтожить береговые объекты противника и создавать районы радиоактивного загрязнения в прибрежной зоне, исключающие их дальнейшее использование. На рубеж пуска «Статус-6» предлагалось транспортировать с помощью специально обустроенных атомных подводных лодок. При этом аппарат должен был иметь торпедный корпус длиной больше 20 метров диаметром 1,6 метра. Его предлагалось оборудовать боевой частью больших размеров и соответствующей мощности. С помощью ядерной установки он должен развивать скорость не меньше 180 км в час и показывать дальность хода до 10 тысяч километров. На попавшем в сеть плакате было показано, что проектирование должно было завершиться в 2018 году, а на 2019-2025 годы были запланированы испытания и доводка. На вооружение аппарат мог бы поступить во второй половине 20-х годов. Как оказалось, информация о проекте «Статус-6» просочилась в свободный доступ совсем не случайно. В связи с этим нельзя исключать, что российские военные и промышленности предприняли попытку дезинформации вероятного противника, и поэтому данные с плаката могут не соответствовать характеристикам, которые можно получить при помощи современных технологий. Кроме того, все еще сохраняются определенные сомнения в том, что наименование «Статус-6» и «Посейдон» действительно относится к одному и тому же проекту. А вы как думаете, друзья, это все-таки название одной торпеды или нет? Своими мыслями на этот счет делитесь в комментариях под видео. В 2019 году в своем послании к Федеральному собранию президент России рассказал, что аппарат способен плыть на большой глубине и передвигаться на межконтинентальные расстояния. Причем скорость кратно выше всех существующих подводных и надводных кораблей, а также торпед. В настоящее время известно, что «Посейдон» — это роботизированная атомная подводная лодка компактных размеров. Ее диаметр не превышает двух метров, длина составляет 20 метров, а вес — около 100 тонн. Разумеется, не каждая подводная лодка способна запустить со своего борта такой гигантский аппарат. Предположительно, первым штатным носителем «Посейдона» станет атомная подводная лодка «Белгород». Одним из поражающих факторов «Посейдона» является гигантское цунами, вызванное ядерным взрывом под водой. Такое искусственное мегацунами будет достигать в высоту 300-500 метров и сможет зайти вглубь материка до 500 километров на равнинной местности. Правда, следует учитывать, что данные относительно искусственных волн, вызванных ядерным взрывом под водой, получены путем расчетов. Как поведет себя волна на практике, никому неизвестно, так как в истории человечества подобных ситуаций еще не возникало. Также «Посейдон» — это оружие России, которое сможет заражать прибрежные города радиацией. По оценкам экспертов, торпеда будет оснащена боеголовкой мощностью до 100 мегатонн или даже грязной бомбы, к примеру, кобальтовой. Правда, по мнению других экспертов, кобальтовой бомбы в природе не существует. Но даже без кобальта — после взрыва ядерной бомбы побережье станет непригодным для проживания. Однако в задачи дрона входит не только доставка боеголовок к берегам противника. Он также сможет выполнять разведывательные миссии на большом расстоянии. Предположительно, торпеда будет действовать не в одиночку. Вооружение будет представлять собой рой дронов, то есть большое количество беспилотников, которые будут действовать слаженно. А еще, как сообщают эксперты и сами конструкторы, «Посейдон» может быть носителем торпед и мин. По оценкам некоторых экспертов, «Посейдон» может быть использован для взрыва атомной бомбы в опасных геопезических зонах, что спровоцирует серьезные природные катастрофы на территории противника. К примеру, обрушив юго-западный склон одного из вулканов в Исландии, можно получить гигантскую волну, которая будет двигаться в юго-западном направлении. Использование ядерного оружия в опасных геофизических зонах может быть даже более эффективным средством поражения, чем нанесение ядерных ударов непосредственно по территории противника. Не стоит думать, что «Посейдон» — это оружие, которое теоретически можно применять уже сейчас. Информация о нем содержится в строгом секрете, однако известно, что к середине 2020 года не было еще собрано ни одного образца подводного аппарата. А как же испытания, спросите вы? Испытываются лишь отдельные узлы, но не полностью готовый образец. Ранее сообщалось, что «Посейдон» поступит на вооружение армии России не ранее 2027 года. Но следует учитывать, что Россия в настоящий момент испытывает проблемы в области микроэлектроники. Повлияет ли это на создание современного оружия, пока неизвестно. Но в любом случае до завершения проекта и начала серийного производства еще далеко. Тем не менее, реализовав проект «Посейдон», Россия получит эффективное средство для удара по штатным военно-морским объектам потенциального противника. Так как выследить ее будет крайне сложно, не говоря уже о том, что сегодня в мире не существует средств поражения объектов, движущихся на столь высокой скорости, на глубине в тысячу метров. Лайк такому оружию, обязательно ставим его ролику. Эксперты считают, что Россия не остановилась только на комплексе «Статус-6» и создала морские ударные средства, которые бы наносили удар не по инфраструктуре, а по военным объектам потенциального противника. Но здесь возникает закономерный вопрос. Почему за десятилетия ракетно-ядерного противостояния между Вашингтоном и Москвой ни американские, ни отечественные разработчики не создали подобных ударных средств? Причина этого состоит в отсутствии необходимых технологий, а также в том, что России в результате давления США пришлось использовать асимметричную стратегию сдерживания. Многие эксперты пришли к выводу, что Россия приступила к разработке таких средств после создания компактного ядерного двигателя. Разработка этого комплекса предоставит серьезные преимущества в плане стратегического противостояния США, так как главным родом войск для Америки являются военно-морские силы. Именно они обеспечивали американцам существенное военное превосходство в течение последних 70 лет. Поэтому для Пентагона подобные российские разработки – тревожный звоночек. Для баз военно-морских сил США, рассредоточенных по всему миру, Посейдон может стать серьезной угрозой. Как следствие, благодаря этому подводному комплексу стратегическое военное преимущество американцев сильно обесценивалось. Для России же нахождение американских военных баз на других континентах теперь не представляет серьезной преграды. Россия продолжает уверенно изменять стратегический баланс в мире в свою пользу. Все началось с того, что российским инженерам удалось разработать маленький ядерный двигатель, который и позволил подобным военным средствам преодолевать невероятные расстояния. Как следствие, новые российские стратегические средства способны кардинально изменить правила игры в мире. Подводный комплекс «Посейдон» – огромный шаг вперед для вооруженных сил России. Как заявил Федеральному агентству новостей политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Слова об угрозе ядерного подводного удара России и вообще вся шумиха вокруг выхода Белгорода в море нагнетается в СМИ искусственно. «Я не вижу ничего экстраординарного в выходе в морской поход атомной подводной лодки с ядерным оружием». «Они постоянно выходят в боевые походы и у нас, и у американцев с британцами, и постоянно дежурят в Мировом океане. Но обычно прессы не обращают на это столь пристального внимания», – ответил Жарихин. «Что касается ядерных торпед «Посейдон», то я еще 30 лет назад был прямо причастен к началу этого проекта. На мой взгляд, наличие «Посейдонов» на борту АПЛ само по себе не должно привлекать такого внимания. В конце концов, они не слишком сильно отличаются по своему боевому воздействию от стратегических ядерных ракет «Ярс» или «Сарман». Разве что система доставки совершенно другая. По словам Жарихина, западные масс-медиа пытаются поднять панику среди жителей Евросоюза и США, пользуясь тем, что подводный атомоход действительно вышел на плановые испытания в Мировой океан. Любое сложное оружие вроде «Посейдона» периодически должно проходить испытания. Это нормально. А для масс-медиа на Западе это удобный повод организовать панику. «Тема с организацией ядерного апокалипсиса на Запорожской АЭС уже выдохлась, но потребность держать общество в состоянии тревоги осталась. Поэтому никого не волнует, что это рядовой морской поход подводного корабля», указал Жарихин. То есть источник общественного беспокойства умышленно размещают в России, хотя на самом деле он находится на Западе, в центрах информационно-психологических операций. Это очередной повод показать обывателю российскую агрессивность, мифическую способность к ядерному удару и так далее. Возможно, предположил Жарихин, это также показывает, что на Западе подсознательно ожидают от России ответа на подрыв газопроводов «Северный поток», организованного западными спецслужбами в конце сентября. Я уверен, что Россия вряд ли даст подобный ответ при помощи ядерных подводных беспилотников «Посейдон», «Если речь идет о том, чтобы дать именно адекватный ответ на эту диверсию, то я не уверен, что такой шаг вообще будет сделан, к сожалению. Эту пугалку для европейцев устраивают искусственно, воспользовавшись нормальной работой наших подводников по принятию на вооружение новых видов оружия. К сожалению, эта тема еще некоторое время будет муссироваться в европейских СМИ, «А потом они просто забудут, но изобретут несколько новых», заключил Владимир Жарихин. Что ж, посмотрим. А пока что вас ждет видео «Ядерное оружие. Россия против США. У кого арсенал больше?» Ссылку на него найдете в описании к этому ролику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова